Доброе утро! На РБК региональные новости. Мы вещами за телекран Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» подтвердило кредитный рейтинг облигационного займа Башкортостана на уровне РУАА+. Высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости был присвоен ему в октябре 2020 года, сообщается на сайте агентства. По словам экспертов, высокий рейтинг позволит республике привлекать кредитные средства у более широкого круга участников и на более выгодных условиях. Сейчас в обращении находятся облигации республики с фиксированным купонным доходом на 5 миллиардов рублей, размещенные 30 сентября 2020 года. Номинал одной облигации составляет 1 тысяча рублей, их общее число 5 миллионов штук, срок обращения 5 лет. Средства предполагается направить на частичное финансирование дефицита республиканского бюджета. К слову, внутренний госдолг Башкортостана на 1 марта текущего года составил 21 миллиард рублей, в том числе 5 миллиардов рублей. По государственным ценным бумагам 4 миллиарда по кредитам банков, 12 миллиардов рублей по бюджетным кредитам. Федеральная налоговая служба планирует ужесточить правила применения кассовой техники на рынках. Так, ведомство намерено сократить перечень оснований, при которых кассовый аппарат может не использоваться. Кроме того, владельцев торговых площадок обяжут контролировать наличие оборудования у арендаторов и не заключать без него договора аренды. Для этого внесут необходимые поправки в Кодекс об административных правонарушениях и федеральные законы. В налоговой службе уверены, что нововведения помогут эффективнее бороться с нелегальным оборотом товаров. Отмечу, на сегодняшний день в Уфе действует 8 торговых комплексов, работающих в формате рынков и 19 бесплатных площадок, где установлены прилавки с навесами. Усиливать контроль за работой контрольно-кассовой техники необходимо. Но на сегодня я считаю, что уже есть очень много эффективных рычагов для такого контроля. Я думаю, что необходимо усиливать работу именно управляющих компаний на таких розничных рынках, чтобы они следили, информировали своих арендодателей. Этого, мне кажется, будет вполне достаточно. Сейчас закон о применении контрольно-кассовой техники разрешает предпринимателям обслуживать покупателей без кассовых аппаратов при торговле на крытых розничных рынках, ярмарках и выставочных комплексах. Однако при этом обязаны их использовать продавцы непродовольственных товаров из списка утвержденного правительством. В него входят 17 категорий, в том числе ковры, большая часть одежды, изделий из кожи, резиновые и медицинские изделия, автотранспорт и мебель. В Башкортостане с начала года трудовой договор оформили свыше 3,5 тысяч работников. Свою деятельность также легализовали 42 организации. Об этом рассказали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики. По словам специалистов, данные мониторинга формируются без учета лиц, трудоустроенных через центры занятости населения, то есть исключительно по результатам работы территориальных межведомственных комиссий. Напомню, за 2020 год в регионе вышли из тени почти 62 тысячи работников и 686 организаций, что составляет 4,5% от контрольного показателя. По итогам 2019 года в рейтинге регионов страны по данному показателю Башкортостан поднялся с 37 на 9 позицию. В Башкортостане закупили 50,5 тысячи доз вакцины против клещевого энцефалита на 15 миллионов рублей. В клинике региона препарат будет распределяться поквартально, так как имеет небольшие сроки хранения, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Больницы обеспечены и противоклещевым иммуноглобулином. Распределены 6680 мл, остаток на складе порядка 4 тысяч. Запланирована закупка еще 5000 мл иммуноглобулина на сумму 3 миллиона рублей, отметили в ведомстве. По данным регионального Роспотребнадзора, на укусы клещей пока никто не жаловался. Активность насекомых начинается со сходом снега примерно в конце апреля. Ежегодно в эпидемический сезон в республике регистрируется от 10 до 20 тысяч случаев присасывания насекомых. В прошлом году зафиксировано 14 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Самой эффективной защитой от него является вакцинация, напоминают эксперты. Ежегодно в республике прививки против клещевого энцефалита получают более 30 тысяч человек. В молодежном технопарке УГНТУ презентовали новую модель инвалидной коляски F1. Ее разработал студент вуза Мехроп Назаров. О трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды-колясочники, он знает не понаслышке. Спортсмен-борец, молодой человек 6 лет назад во время соревнований получил травму позвоночника. В 2020 году зарегистрировал некоммерческую организацию «Послание к счастью» и коляска модели F1, первый проект НКО. Она, по словам авторов, призвана стать не просто средством передвижения, а возможности учиться, работать, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Сконструировать коляску помогли на Ишимбайском машиностроительном заводе. И в апреле планируется начать испытания опытного образца. При этом авторы столкнулись с трудностями при реализации проекта. Например, долго не могли найти производителя, который возьмется за изготовление сиденья. В Тольятти зарядили цену 180 тысяч чистого за нижнюю спинку и нижнюю часть. 180 тысяч дадите, что-то подобие сделаем, но не так, как ваш проект. 180 тысяч заодно – это смешно. И мы как сделали? Мы взяли это в домашних условиях сами. За 5 тысяч на материалы израсходуем, но мы это все сами сделали. Я там нашел мастер, который умеет по коже работать. Я говорю, я буду говорить, ты будешь делать. Хорошо. И все замечательно получилось тех, кто смотрит, как за вас будет. Ректор Олег Баулин предложил план действий для реализации проекта. Это включение в программу лидерских проектов ВУЗа, помощь в технологической доработке модели, чтобы сделать ее производство рентабельным, а также помощь в оформлении технической документации и привлечении спонсоров. Жителям республики расскажут о денежных выплатах на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Пресс-конференция состоится сегодня в информационном агентстве Башинформ. Специалисты разъяснят изменение условий предоставления ежемесячного пособия, которые будут применяться с 1 апреля текущего года. Спикерами выступят представители профильных ведомств и МФЦ республики. Будет организована прямая трансляция мероприятий на YouTube-канале и официальных страницах в соцсетях Министерства семьи, труда и социальной защиты населения. Начало пресс-конференции в 14.00. В завершении выпуска информации о курсах валюты, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро растут. Американская валюта прибавила 7 копеек. Курс 75,83. Евро вырос на 9 копеек. Курс 89 рублей 35 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке на ИВА по 75,82 и продажа доллара в Акебанке по 76,12. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке на ИВА по 89,29 и продажа евро в Акебанке по 89,65. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...